Иван Комаров, автор дубля сегодняшней встречи. Ваня, во-первых, поздравляю с победой, с классной игрой и, конечно же, с двумя забитыми мячами. Поделись, пожалуйста, своими эмоциями по этой встрече. Спасибо большое за поздравление. Не знаю, считаю то, что полностью контролировали сегодня игру и заслуженно победили. Думаю, что довольны и теперь пойдем в отпуск. Действительно, это уже завершающий тур первой стадии турнира. Дальше будете готовиться к следующему этапу. Как планируешь отдыхать? У нас еще, во-первых, две недели тренировок будет. А потом дома с семьей буду отдыхать у себя в Краснодарском крае. Спасибо за интервью, Иван. Еще раз поздравляю и желаю дальнейших успехов. Спасибо. Главный тренер молодежного клуба Ростов Александр Оброскин. Александр Александрович, поздравляю, во-первых, с классной игрой. Уверенная победа 3-0. Поделитесь вы, пожалуйста, со своими эмоциями. Спасибо большое за поздравление. Хочу поздравить всех болельщиков. Всех, кто причастен к нашему клубу с победой, с окончанием первой части сезона. Поэтому эмоции после этой игры только положительные. Александр Александрович, подскажите, пожалуйста, как дальше планируете играть? Потому что дальше уже игры с сильными командами, с другой группой. Как будете настраиваться в этом промежутке? Конечно, предстоит очень много работы, где надо провести колоссальную работу на сборах и подойти хорошо ко второй части чемпионата. Благодарим вас за интервью. Спасибо большое за классную игру и желаем дальнейших успехов вам и вашей команде. Спасибо большое. Главный тренер Академии Кубань, Мурат Русланович Гомлешко. Мурат Русланович, к сожалению, не удалось сегодня одержать победу в вашей команде. Что именно не получилось? Ведь наверняка какой-то был план на игру. Желание было большое победить, чтобы попасть в первую пятерку. Но не срослось. Ростов по праву занимает первую строчку. Свои моменты использует на наших ошибках. Не прощает. У нас были эпизоды. Могли забивать, но не наш день. Мурат Русланович, хочется отметить, что действительно сегодня ваши ребята показывали очень качественный футбол. Классные были подходы, классные были атаки. Немного не хватало по завершению. Как-то особо готовились именно к этому матчу? Ну, знаем Ростов, знаем, как он играет за линией мяча. И быстрые вылеты, быстрые футболисты. Мы с этим столкнулись и в прошлом году, и в первом круге в домашнем матче. Готовились, но исполнительское мастерство в этом мы уступаем. В любом случае, Мурат Русланович, благодарю вас за это интервью. Желаю вам и вашей команде дальнейших успехов. Спасибо. Денис Миронов, футболист Академии Кубани. Денис, приветствую тебя, во-первых. К сожалению, сегодня уступили Ростову и потеряли шансы на выход в следующий этап турнира. Подскажи, пожалуйста, почему так получилось? Почему не смогли реализовать какой-то план действия вашего тренера на эту игру? Ну, сильно хотели выиграть, желание было, но не реализовали свои моменты, которых у нас тоже было немало. Ну, в принципе, все. Ну, установка тренера была, выйти, показать себя, сыграть хорошо. Ну, просто не повезло где-то. Соглашусь, Денис, с тобой, что видно было, что желание у тебя и у твоих коллег, да, у ребят было хоть отбавляй, но действительно где-то не хватало, где-то не удалось дожать. Сказывалось ли излишняя эмоциональность? Ну, не знаю, да нет, особо эмоциональности никак не мешало. Просто ни где-то опыта не хватило, где-то не добежал, не успел. Из мелочей складывается все это. В любом случае, Денис, желаю тебе и твоей команде удачи. Классно отыграли. Своё еще обязательно возьмете. Спасибо. Спасибо. Спасибо.